Дети билингвы Дети билингвы применили магнитную энцефалографию – метод, позволяющий предельно точно определить активность тех или иных зон мозга. У билингов аппарат зафиксировал необычно сильную активность префронтальных зон мозговой коры. Они отвечают за исполнительные функции организма, такие как беглость речи, быстрое планирование, самоконтроль, адаптацию к переменам. Это значит, что изучение двух языков уже в раннем детстве развивает не только лингвистические навыки, но и личностные качества. А в России следователи Томского государственного университета получили грант от государства на изучение и тщательное исследование деятельности бобров в области и возможного вреда от их построек и массовой распространенности. Впоследствии научные специалисты должны вынести рекомендации для представителей власти и посоветовать, что нужно сделать для прекращения возникновения опасности другим представителям сибирской фауны от построек бобров. Дело в том, что активное строительство бобрами может существенно повлиять и навредить всем видам рыб, обитающих в сибирских вегах. Виду воздвижения прекратно их пути во время нереста. И напоследок в Татарстане. Неделя глобальной инженерной подготовки Global Engineering Week прошла на базе университета Читкара в последнюю неделю марта. В ходе форума участники получили возможность пройти усиленную подготовку по таким направлениям, как компьютерная инженерия, электроника и телекоммуникация, гражданское строительство и управление технологическими процессами. Для чтения лекционных курсов были приглашены специалисты из пяти стран – Австралии, Германии, России, Финляндии и Шотландии. Россию на форуме представляли два вуза участника проекта 5.100 – университеты ТМО и Казанский федеральный университет. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok